Все исходные данные, как это ни странно, мы с вами уже обсудили. Задыки следующие. Хорошо известно, что для любого активного блюдуна, то есть для живого существа, которое летит не только за счет планирования полета, а за счет работы крыльев, да, есть строгое ограничение по массе тела. Не могут такие живые существа быть тяжелее 12-14 килограмм, 14 предел. Вопрос, почему? Это думать. У всех активных блюдунов, то есть любое живое существо, которое летит не за счет планирования, а за счет активной работы мышц. Ну, вот наши крылья, да. Будут срабатывать ограничения по массе. Не больше полутора десяток килограмм. Массе такого размера было? Представляете, размер спинной мускулатуры у синего кита. Так, длина синего кита 30 метров. Какие проблемы? А можно целить все? А вообще, на крыльях у птиц? Даже у того, что она пыль. У меня такой сильный... Нельзя такие сильные мышцы создать, да? Прикиньте себе, как силы могут развивать мышцы, допустим, в конечностях слона, которым предстоит двигать многотонное тело. Ну, если больше масс тела, то нужно больше размах крыльев, чтобы получить больше... Отлично. Ну и дело, размах крыльев отсюда и до веса. Да, дальше дыхание. Не будет энергии, хватай дыхание. Почему? Размер тела увеличился, а значит увеличился объем воздушных мешков и легких. Площадь газообмена пропорционально возросла, а не было. Ведь на каждую единицу веса тела у вас останется та же самая единица площадь газообмена. Ничего не изменилось. А если массовое увеличится, то обязательно объем крыльев? А вот это уже интересно, я играю. Вот это на хорошем пути. Значит, смотрите, ну очевидно, что при прочих равных условиях, то есть если мышце даем достаточно кислорода и достаточно глюкозы, то есть топлива, так? Вот при выполнении этого условия, чем мышца больше, тем больше усилий она может развить. Чем не толще. Это всем понятно? Да. Это всем понятно. Хорошо. Ну и для того, чтобы поднять воздух гиганта, ставим ему просто гигантские мышцы и полный вперед полетели. Не сработает, не выйдет. Когда он летит, его там съедят, наверное? Гиганта? А, больше съедят, но потом будет защищаться. Да. Вопрос интересный. Кто же его там будет съедать, если он гигант? Если он там взлетит, ну как же с местом будет съедать? Ребят, задача математическая. Нет, здесь увеличится должна, а увеличится площадь, правильно? Да. А мышцы, площадь чего? Площадь, ну, крыла. Вот переполна. Переполна. Нет, здесь как раз никаких ограничений нет. Ограничения, ребят, другому. Берем мышцу любую. Мы с вами разбирались, от какой характеристики мышцы зависит ее сила. От толщины. От толщины, то есть от площади перечного сечения. Площадь, это какая функция? Линейная, квадратная или кубическая? Квадратная. 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 Квощадь, это меняется квадратную единицу. А масса мышцы, от чего зависит? Масса. От количества, от жалости, понятно. От объема мышцы. Это ясно? А объем, это какая функция? Кубическая. А при увлечении линейных размеров тела, что быстрее будет расти. Объем. Объем или сила. Объем. А это значит, что если вы делаете мышцу больше, она конечно стала сильнее. Сила выросла. Но вес ее вырос так же или больше. Сила. А вес еще, вес просто вырастает быстрее, чем сила. Так? Да. Вот это непроходимо. Это просто чистая геометрия. А как всегда, в математической закономерности избавиться нельзя. Соображение типа съедят или от воздуха не оттолкнешься. Вот здесь можно обходные пути найти. А когда наталкиваешься на геометрическую закономерность, все, ребята, тупик. Поэтому у активно летающих существ есть ограничения на возможный размер мускулатуры. А значит, на возможное сечение поперечное, а значит, на возможное сечение. Никогда и не было активных летунов с массой где-то больше 13-14 кг. Не в современном мире, не в древнем мире. А у Ктерозавра какой-то есть? А у Ктерозавра. А у Ктерозавра, среди них несколько Ктерадона, допустим, и особенно Кецилькоатля. Так? Я говорил, размах крыльев до 15 метров. Да. 15 метров это чудовищный размер. То есть, по диагонали в этот класс, он просто не влез в него, крылья не встали. А как вы думаете, расчеты показывают, сколько он весил? Вот такой гигант. Я считаю, что 15-15. Нет, 15 не может. Ну, во-первых, при таких размерах, как по вашему, эти ребята были активными или кто нами, или парителями? А, да, парители. Конечно, парители, только парители. Причем, могли ли они стартовать просто с поверхности Земли? Нет. Значит, смотрите, здесь ведь срабатывает одна очень понятная штука. Представите, у нас такой зверь на поверхности, вот на плоской поверхности. Размах крыльев у него 15 метров. Для того, чтобы стартовать, надо сделать первый взмах крыльев. И все. Стоп, стоп. Как он ими махнет? Крылья 15 метров, да? Это значит, надо под брюхом иметь 7,5 метров пустоты, чтобы ими махнуть. А он на земле стоит. Подпрыгнуть на 7,5 метров? Это хорошая идея, конечно. Попробуйте. Как-нибудь. А для того, чтобы такой прыжок совершить, по идее, это интересно, конечно. Но какую силу ног уже надо иметь? Да. Это значит, кроме сверхсильной полетной мускулатуры, надо еще ставить сверхсильную прыжковую мускулатуру. Это сколько тел весит будет. Не сработает. Как бы взлететь в таком варианте? Падать с скалы. С скалы спрыгнуть. Спрыгнуть от кого-нибудь. Совершенно такая же проблема у современных некрупных птиц, которых вот здесь, в очередь, мотнющая. У стрижей. Стриж по латыни апус. Апус-апус. Вот наши стрижа. А апус без ноги. Это не значит, что у стрижей совсем нет. Но ноги у них очень короткие. А крылья очень длинные. Совершенно та же самая проблема, что у келсина. Когда стриж сидит на ровной площадке, значит, ему необходимо примерно 20 сантиметров, лучше больше, лучше сантиметров 30, для того, чтобы замокнуть крыльями. А он на земле сидит. Может он стартовать в земле или нет? Нет. Нет. Поэтому если стрижа посадить на землю, сам он никогда не сидит, но если мы взяли, посадили его на землю, что он сделает? Он пойдет весь под землю. Да, он тихо и задумчиво пойдет к первому попавшемуся камню, ветке, палке, неважно, ему вышка нужна. Вот лазить по скалу, цепляясь своими коротенькими лапками, он умеет отлично. Так что, если он добрел, допустим, до дерева, то дальше он залез, вылез на ветку и просто спрыгнул с ветки. Все, дальше никаких проблем, воздуховая стихия, ледуны они отличны, но по своей воле на плоскость стриж не сядет никогда. Так? Вообще никак. Вообще никак. Зачем? Только на скалу. И значит, они кружат из дерева, да? Еще раз? Ну, питаются они жуками, да? Они питаются летающим носком. Это стрижи. Кто из наших птиц еще воздушные охотники? Охотятся только в ласточках, конечно. Но ласточка это не родичие стрижа. Ласточка на самом деле воробьина. То есть это такой воробей, который тренировался на воздушную охоту. В результате стал внешне похож на стрижи. Тоже удлиненные крылья, тоже укороченная лапа. Значит, тоже сверхманевренный полет. Ну, для того, чтобы охотиться в воздухе на летающих на тепломах, как надо уметь маневрировать. Хорошо. Попробуйте поймать муку в полет. У вас что-нибудь выйдет или не выйдет? У вас маневренность не хватит. Так? Так что кецели, конечно, были борителями. Селились они, конечно, на скалах. Дело в том, что стартовать они могли только с прыжка. По-другому у них просто не вышло. Если кецель вынужден сесть на равнину, все еще так помер. Дальше он не взлетит. Просто если рядышком скалы нету. А почему? А он же не умеет забираться на скалы? На скалы умеет. Но я говорю на равнину. Он дойдет из скалы и заберется и взлетит. Не восхитят из скалы. Значит, скажите, пожалуйста, он на равнине очень подвижен, силен, ловок? Нет. Поэтому, что он доковыляет, да скалы может. Так? А вообще-то на равнине, свои равнинные хищники вырваются. Да. Ну, они, собственно, ой, ребят, обед ковыляют. А как он их забивал? Что? Как он их-то забивал? Какой их? Хищников. А как он охотился? О, хороший вопрос. А где такое существование вообще могло охотиться? И чем питается? В воздухе, конечно. В воздухе на кого? Да. Чтобы такую пробу с 15-метровыми крыльями прокормить, да? Сколько же мух надо наводить? Виктор, это более махный, да. Поле махный, мелкий. А ну, подумайте, есть ли еще какую-нибудь форму добычи, которая доступна? А может быть, да, подскали по скале? Падаль. 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 Для Падаль надо на землю сесть, знаете ли? Ну, это скалы, это конец. В полете на другого птерозара. Но сбить его мощно. Если сбить, он на землю упал. Около скалы. Да. Добавить другого птерозара к скале, чтобы он добылся. Это, пожалуй, самый почерявый способ охоты, который предлагают до сих пор. Да нет, все нам надо проще, рыбы. А-а-а. Патрулируем, ну как чайки. Альбатросы? Альбатросы, чайки. На лету выхватывать рыб, плывущих на небольшой глубине по поверхности. Патрулируем для этого надо иметь. Альбатросы, длинные. Альбатросы, длинные. Альбатросы, длинные. Вот. Очень длинные плыва. Очень длинные, очень дыхкие. Там тонкие-тонкие челюстные кости, но длина здравущая. Это как раз очень хороший инструмент для того, чтобы аккуратненько выхватывать рыбу из верхних слоев воды. Так что жили они, скорее всего, по берегам каких-то крупных водоемов и были, скорее всего, рыбоевы, конечно же. А они уже повели, да? Да. То есть, возможности. Но они махали, да? Нет, они могли махать крыльями. Но дело в том, что лететь за счет исключительно машущего полета они не могли. Дело в том, что если делать стапу на машущий полет при таких размерах, нужна чудовищная сила мускулатура. А такая сильная мускулатура будет неподъемно тяжелой. Мы же говорили, при увеличении силы еще быстрее расслабляется. А вот как они парили, в смысле, они просто делали размах вот этими 15-метровыми крыльями и... И искали восходящие потоки. Или потоки с разной скоростью. Мы же с вами технику парения в прошлый раз выбирали. Две разные техники. Вот так и парили. Либо, играя с разной скоростью потоков, разгонялись в попутном потоке до большой скорости. Потом разворачивались. И за счет набранной скорости по инерции их выталкивало на прежнюю высоту. И все. Но для этого надо иметь потоки с разной скоростью. Потому что разворот надо ввести в более медленном потоке. А расчетная масса у Терцели была, в общем, соизмеренностью человеком. Где-то килограмм 70, но крайний случай 80. Для такого вот сверхгиганта это, в общем, конечно же, очень мало. То есть, если мы захотим полететь, то нам надо начать с того, чтобы полностью переделывать тело. Нет. От и до. То есть, если переделать какие-нибудь там... Вы крылощите, ты не полетешь. То получите дельтакланы. А. Да. Только и все. Но в отличие от Терцелей, которые могли сутками висеть в воздухе, да, дельтакланы сутками в воздухе не висят. Дело в том, что вам захочется, во-первых, кушать. Во-вторых, избавляться, так скажем, от продуктов жизнедеятельности вашего организма. Значит, и то, и другое на лету делать тяжеловато. А плюс, к этому еще спать надо. Значит, слове соснувший во время полета на дельтаклане, идти днем чуть-чуть легко. А они не спали сутками? Что? А дело в том, что некоторые, особенно большие, водители приспосабливаются к такому задремованию в полете. Если начинается параллестый ветер, они моментально просыпаются. Ну, или даже в откорректирован положение. Ну, а так они в полудрёне могут висеть. То, они же постоянно падают, и что? Что? Вот они что-то. Они макуют восходящий поток, да? Пошел на ротацию круговую и сдремал. Когда я его вынесла из этого потока, его кожные рецепторы вообще показали, что направление ветра изменило. А какой смысл? Он же никуда не летит. Почему нельзя там свою пещеру там куда-нибудь? А безопаснее. Ага. В середине океана пещер где искать будете? А, да. А, да. Можно, конечно, отдохнуть всех на поверхность воды, и местные акулы очень обрадуются. Ну, потому что для акулы кусок мяса, который там болтается сверху. Самая пиковая ситуация для альбатросов, буревистников, вот крупных птиц открытого океана, это как раз при нахождении на воде. Ну, все-таки спят петолком они на воде. И как раз в это время достаточно часто гибнут атакованные хищными рыбами. А так, а в воздухе что там с ним случится может? Ничего. Самолет. Самолет, да. Так, хорошо. Значит, это мы с вами разобрались с проблемой массы. Так что ждать дракона размером с быка или со слона не приходится. Вот те самые килограмм 50-70, это вероятный предел по массе. Но значит ли это, что драконы обязаны были быть маленькими? Нет. Ну, ребят, 15-метровые крылья это маленькие или это уж никак не маленькие? Легкие, не массивные, это да. А вот размеры могут быть, в общем, достаточно крупные.